в дыму такой стою и доброе утро привет всем с вами снова денис рем компания достакар и старые автомобили из германии раритет 560 секс я думаю секс именно это будет ждать тебя с этим автомобилем 560 секс библия автомобильного строительства здесь будешь покупать себе данный автомобиль будешь им заниматься любой мерседес который ты купишь и с ним будешь заниматься любовью потому что тебе нужно постоянно дополнять его постоянно нужно ремонтировать и постоянно нужно его делать так как и любой принципе старый автомобиль и так у нас 560 секс швейцарский автомобиль был у нас даже есть швейцарские набивка на стеклах это в номер целый пакет документов от автомобиля мы покупали этот автомобиль нашему клиенту ключ раз два три торчит и один модный ключ машина сейчас греется мы сейчас чуть ее погреем я расскажу о нем и далее поедем прокатимся кожаная папочка кайф вот это кайф раньше делали сейчас же все зачем причем настоящая кожа это тебе не не вот это кожа молодого дермантина три ключа и один ключ у нас причем прикольный такой вот такие вещи когда ты держишь в руках это конечно круто вот эти так себя не обычный это были вот это ужасная штука это чудо заводится так туго с утра когда холодно сейчас нужно нагрелся более-менее и так у нас еще документ автомобиля старые вот такой вот старый документ два хозяина было в германии с 2001 года по моему был первый раз зарегистрировал до 3 0 1 о в январе представляешь 2001 года был зарегистрирован и сандра его зарегистрировала а потом без хоть 59 года и 71 года документы техосмотр и он у нас получил сертификат стоимость автомобиля знаете какая как его бюро сертифицированное бюро оценила на 44 тысячи евро между 53 тысячах и 31 classic data но есть такие фирмы которые оценивают автомобиль то есть ты приезжаешь они смотрят коррозию не смотрят как автомобиль выглядит само состояние автомобиля и оценит его ну типа это сертифицированное бюро и это было в седьмом месяце двадцать третьего года нет не зато мы цену купили то есть 44 тысячи с лишним его оценили сколько было 44 тысячи ровно до его оценила бюро мы его купили не за эту цену чуть-чуть дешевле состояние более-менее адекватно у него есть до перекраса по кузову без этого никуда и основная проблема у этих секов это вот смотрите я сейчас прям наглядно я попросил включить камеру и начать видео именно с утра потому что это наглядно видно смотрите видите стекло она внутри запотела и здесь с этой стороны здесь вообще капли и это основная проблема к пашек смотри открывая багажник лисина или вода прям откуда вот скажите мне вот просто вот так вот тут все сухо причем тут сурса все не сухо только здесь сверху конденсат собирается и это все бежит вот текет здесь тут и все это вот здесь вот этих местах тут мобильным все промазано но вот здесь вот все вот это прогнивает это место тут начинается но это все 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 ерунда все что вы видели это еще ерунда это даже ничего это можно сказать новая машина какие у нас раритетные вещи здесь есть кассетник беккер автоматик можно переключать вперед назад без понятия работает это чудо или нет но она есть кстати тоже мокрый влажный может быть это из-за того что машину чистили мыли поэтому и просто не проветрили нам нужно будет поставить ее и отставить открыты чтобы она проветривалась как всегда запасные части есть так что если по дороге мы где-то сломаемся нам придется менять ремни но они у нас есть это уже хорошо светлый салон что прикольно его конечно все почистить нашего клиента это не беспокоит потому что данный автомобиль будет обрабатываться данный автомобиль возможно даже будет перекрашиваться данный автомобиль будет сделан по-другому то есть он будет восстановлен ему мы покупали вы наверно видели у нас на канале бмв м5 е39 была машина это ему же автомобиль и он будет обработан сделан и выглядит уже совершенно по-другому нам нужно была база база за эту цену потому что мы смотрели другие автомобили там были под 50 тысяч евро но состояние было ну такое себе поменяли трамлер машина стала работать намного лучше это все еще старая техника прожорливая которая хочет есть ему нужно бензина много бензина и много масла я все это делаю через себя через свои поршни в трубах и прикольно любо стаясь а как она включается до старого бросающего басла древняя такая интересно но это конечно все нормально здесь на скотче все здесь капец же это старая техника древняя видишь как давай заглушим пускай он постоит чуть-чуть перед тем как мы ему будем влупать по педали газа посмотрим что у него с маслом в первую очередь как бы без ржавчины знаешь когда открываешь крышку там такой смотришь овал такой ржавый есть не видели такое я видел в общем здесь в более-менее все нарядно более-менее все такое под этот год не знаю я кому нравится есть конечно в этом что-то но я думаю до сих пор не моя тема я до сих пор это все не понял этих у таймеров старых не знаю мне эта старая техника ну как-то вообще никаких никаких эмоций ним не приносит все на такое вроде рабочие но нас только требует это как пойти в к врачу знаешь в сороковые годы я зубы когда вырывают плоскогубцами они хорошей техникой ну я не знаю есть в этом конечно что-то ну точно не моя я себя в таком автомобиле не вижу ну как это можно было сделать в то время он смотри там стой там я тебе сейчас покажу как это смешно смотрится какой инженер это придумал объясните вот вот как это ну как ну ты не мог нормально сделать откуда у тебя руки росли ну что это зачем вот это было делать что здесь конечно прикольно так это ну да электрические сиденья данка еще причем она длинная смотри спасибо подача ремня безопасности это конечно круто так мы как бы мерседес так остался мне что здесь нравится так это у меня личная любовь вот к этим кнопкам это конечно круто сколько я их поменял на такси вот к этим кнопкам нужно постоянно разливается кока-кола здесь все грязно вот эти вот переключатели тоже короче это вечная болезнь мерседес у них постоянно падает потолок все снимать заново делать люк работает зато люк работают меня на эти железный люк работает лучше чем стеклянные вот эти все это больше нравится подогрев сидений телефон nokia получается с спорт данный автомобиль приехал своим ходом со штутгарта 200 километров по моему проехал сюда хорошо может быть я ругаюсь на этот автомобиль но здесь есть смотри пневмоподушки для 90-го года то по сравнению с советскими автомобилями это телефон в машине есть представляешь себе в то время не так очень хорошо делали алюки когда он открыт и сюда сильно затекает более надежно научились делать но карточка 2.1 не знаю зачем она нужна без понятия как это все работает но антенна я могу на нем кайфануть от него когда он не у меня и ехать на нем это конечно наслаждение мне интересно когда оставили тот вот этот телефон а вот если я буду сейчас так ехать разговаривать или просто держать его мне штраф сделают уже стационарно стоит здесь итак проверка мощности давай давай пять шесть он едет быстро едет быстро и комфортно ну смотри в общем погрешность есть руля небольшая совершенно градусов 5 не но он мягкий он комфортный кайф ехать то есть на nissan с таким комфортом не поедешь или на других спортивных автомобилей давление масло есть что прикольно да ламповый автомобиль короче когда стоишь возле него это другой автомобиль когда ты едешь на нем это вообще просто совершенно другое но вот это я так и не понял зачем ну просто жесть какая-то тепло в машине есть кондиционер смотрим даже кнопочка для коробки автомат чтобы он сильно не срывал и для цепей так сказать для зимнего вождения раз включаешь включается может быть телефон для пассажира до для секретарша галочка позвоните пожалуйста мерседес сделайте пожалуйста термин на сервис нам нужно поменять масло масло же меняли то по 10 тысяч каждые 10000 ездить масло менять ух сервиса работали я думаю эти технологии которые там замена каждые 10 тысяч или каждые 30 пришли к тому что слишком большое количество автомобилей в мире и просто физических невозможно успеть обслуживать каждые 10 тысяч представляешь у меня посад каждый месяц бы делал это то но он так каждые полтора делает замена масла но если посмотреть это в совокупности на весь мир сколько автомобилей в семье по два-три автомобиля и у каждого по 10 тысяч а у тебя пробег в год средний там 20-25 22 раза в сервис 3 раза в сервис год кто успеет вообще какое производство будет есть смысл сделать как 30 тысяч год либо один раз мотор поменять либо столько много деталей поменять ну короче может быть опять же все это только рассуждение короче я ничего не хочу сказать что автомобиль супер классный для меня это старый автомобиль никто кайфует от этого вот скажи мне вот реально мое личное мнение вот я не хочу сказать что никогда не будет у меня такого автомобиля в нем есть какой-то свой кайф ну я не знаю наверное точно не для меня я вот который год уже пытаюсь я покупаю эти машины людям и я который год пытаюсь понять для чего оно мне только ради инвестиций да и все больше не для чего сюда куда поехать в булочную на такой машине там воскресенье утром два раза в год наверное еще не дорос до этого ваше мнение пишите в комментариях у меня бывают моменты я такой может заказать себе такой и на 560 именно я и смотрел или на 124 волчок так это вообще что-то не не подъемное там цены такие что мама не горюй данные автомобили кстати начинаются самый дешевый автомобиль на мобиле д.е. 570 560 сек начинается от восьми тысяч евро 8 тысяч евро причем пробег у него такой интересный 76 тысяч километров реально есть такой автомобиль я не знаю что с ним без понятия может у него мотора нет 3 и это в 8 на тот момент очень качественный дорогой богатый кайфовый на нем ездили только избранные у которых было много денег в булочную сзади барсетка вот и все дела магнитофон включить класс в то время это был конечно так же как и сейчас какой то 840 например но здесь можно сказать все чиниться практически на коленке а 840 уже просто так не залезешь там телеметрия там все подряд там тебя подслушивают считывают твои данные кто сел сколько килограмм куда поехал какая езда куда ты ездишь что ты делаешь с кем-то разговариваешь а как вы думали вы покупаете новый автомобиль и все хочешь безопасности покупай сек все переходим в олтаймеры сначала нужно закошмарить потом прорекламировать вот так вот так он задыхается даже если то что ему поменяли траммлёр все равно тут не все в порядке здесь еще нужно что-то дорабатывать еще нужно где-то искать где-то есть парасеры вот это вообще топ там далеко-далеко есть земля прям как дальнобойщик Всего в 147 тысяч пробега рейку разбила вот так вот, это же рейка, у нее же колонка, червяки там, как на жигулях, такой же вроде у нее. Короче, восстанавливает, восстанавливает, но вы знаете что, я не переживаю, что данный автомобиль через некоторое количество времени будет в идеальнейшем состоянии, сто процентов. Его разберут, помоют, все поставят, все клипсы, все на место и все будет в идеале. Знаешь, что прикольно сделали в то время? Так как машина старая и часто ломается, у них знак уже стоит сразу готов. Видишь знак? Багажник открыл и уже сломался. Вот в то время думали о людях. После того, как вы загрузите автомобиль, вам нужно проверить давление в шинах. Табличка прям стоит. Но уже лучше у него, уже лучше. Ничего себе, чтобы багажник не открыть, замок, ты видела? То есть этот просто закрывает, это такой шпингалет здесь должен быть. По пальцу даст? Опасная штука. С такой машины не вылезешь, посмотрите, два замка. Вот это прикольно, например. От солнца, да? Под зеркало. Типа закрылся и нормально. Но вот это не прикольно. Сейчас хотел доснять, показать вам. Еще в те времена. Ремни безопасности. Они сейчас нормально подстегнутся. То есть я сегодня раза три не попадал, да, вот в этой рукой, когда, смотрите, ремень безопасности сделали под углом, чуть-чуть наклонили. И когда ты его втыкаешь вот этой рукой, ты видишь, немножко недопопадаешь его. Либо он просто болтается. Либо его нужно... Короче, он должен чуть ближе сюда быть, чтобы ты втыкал его. Потому что когда ты вот так, он где-то под таким углом, а этот вот под таким. Может просто механизм раскрутился. Этот, да этот такой же. Что такое? Мерседес. Вася, эй, не ломай, да, старый мой дорогой Мерседес. Ну, что ты так относишься к нему? Но для 90-го года комплектация топ. Если мы сравним, да, с нашим отечественным производителем. У нас есть подогревы сидений, кожаный салон. Причем мягкий кожаный салон. Пепельница. Тут пепельница просто, я не знаю, ведро, а не пепельница. Смотри. Сюда можно скурить пачки три в сигарет. Ну, объемная, хорошая, качественная пепельница. Причем с прикуривателем сразу, да. Климатическая установка есть. Автоматическая коробка передач. Webasto. Webasto, понимаешь? Обогрев двигателей салона. Это же надо в то время. Круто же. Люк. Сидения не то, что кожаные, они светлого белого цвета, электрические. И с памятью. Работает. Не работает, все нормально, видишь? Зеркала, правда, конечно, с регулировкой, но чуть-чуть не доработали. Руль с аэрбэгом. Пассажиру, конечно, не нужен, тогда еще не делали, но вот он есть. Темпомат. Кстати, темпомат. Машина едет на темпомате. Ключ нет. Ключ про... Меня... Я в ключ влюблен. Этот ключ просто топ. Это просто что-то вообще. Вот это вот вещь. Я его держу в руке, я вот от него, я кайфую. Это же просто производство, шедевр. Класс. Невероятно. Вот это класс. Только ради... Причем вот так его надо включать. Чтоб сверху у тебя значок был. Климатическая установка ОК, она не автоматическая, но она есть. Шторка задняя. Еще одна пепельница, точно такая же ведро. Они пепельница курили очень много в то время. Тут ковры, везде кайф, все в коже. В общем, нет. Но если так посмотреть, для 90-х годов это, конечно, вообще топовый автомобиль. Топовый. И это купе, да? Ты открываешь дверь, у тебя нет арки. Ага. И V8. Дверь, ты слышала? Как в танке. Бабах. Да, это все ломается, это все нужно делать, это все нужно ремонтировать. Но сам по себе автомобиль для тех времен, я почему-то начинаю влюбляться в него каким-то образом даже. Это был Mercedes-Benz 560 CEC на нашем канале. Подписывайся, смотри. До новых встреч. С вами был Денис Римм, компания Дестакар. Автомобили из Германии. С вами был Денис Римм, компания Дестакар.